Один из главных вопросов волнующих устьюжан – минимизация паводковых явлений. Чтобы не допустить подтопления городских и сельских территорий, в течение уже нескольких лет на реках района проводятся дноуглубительные работы. В этом году выемка грунта осуществляют несколько подрядчиков. В общей сложности в текущем году необходимо изъять порядка 350-400 тысяч кубов пульпы. На составе на 8 августа предвещено порядка 10 тысяч кубов. Из запланированного объема грунта изъято лишь четверть, пояснил подрядчик. Связано это с несоответствием грунта тому, что заявлен в проекте. По этой причине пришлось полностью менять технологию работ. Виктор Рябишин жестко раскритиковал представителей подрядчика и обязал выполнить возложенные на них обязательства, отметив, что рычаги реагирования на недобросовестных исполнителей есть. Я думаю, что усилием работают эти комиссии. И тот объем, который был запланирован, это очень важно для нашей отчетности по Минприроде, он будет выполнен. Тем более, что Минприрода, понимая, что мы каждый год не срывали, и где-то в этот период сюда добавляла еще средства. В этом году она добавила еще, плюс тому, что уже было утреннее, еще 14 миллионов. Это большие деньги. Не маловажная тема и определение границ зон затопления и подтопления на территории Великоусевского района. Это официальный документ, который запрещает выдавать разрешение на строительство в пойменных подтопляемых зонах рек. В настоящее время готовы документы с границами контуров по городам Красавина и Великий Устюг. Всего же по области необходимо обозначить и составить документы еще по 12 зонам подтопления, выполнив тем самым указ президента страны. В кабинетах руководителей поселений будут вывешены локальные, их территориальные зоны подтопления, для того, чтобы любой человек мог прийти и не просто на словах, а графически увидеть то или другое контуры. Может быть, где-то кто-то подсказит, что немножко есть какая-то ошибка. Значит, будем какие-то вносить изменения. Обсудили в рамках совещания и вопрос восстановления берега укрепления Дымковской стороны. Напомним, ледоход 2016 года серьезно повредил конструкцию. Последующие паводки 2017-2018 годов усугубили ситуацию. В настоящее время из инженерного сооружения выворачено и разбросано по прибрежной полосе порядка 100 железобетонных плит, вымыто большое количество грунта. Уже сейчас готовятся документы для проведения торгов и выбору подрядчика для проведения ремонтных работ. Деньги в бюджете есть, актуально то, что документация есть, прошла экспертиза и можно выполнять работу. Вот это самое главное. К следующей навигации мы это, ну как назовем, пролом этот восстановим. Что касается берега укрепления уже левого берега Сухан, и все работы идут согласно графика. Всего в этом году планируется возвести 737 метров инженерного сооружения в плитном исполнении и 920 метров по роствергу. Проблем с организацией работ и подвозом материала нет, пояснили представители компании подрядчика. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.